Всем привет! С вами Кэт, Кэт Кена. Праздник к нам наконец-то приходит, и как же сказать этот самый праздник по-английски? Сегодня я вам расскажу все слова, которые вам нужно знать для того, чтобы встретить Новый Год. Но начнем непосредственно с праздников, куда входит и приготовление к ним, и уже после. Называется все это дело Holiday Season или Festive Season. Еще оно называется Christmas Season, но у нас это все немножко замешано по-другому. Пока Запад отмечает Рождество, мы, конечно, готовимся к Новому Году здесь изо всех сил в России. Вот как сказать, отмечать Новый Год? Двумя словами можно сказать Celebrate New Year или Spend New Year или Spend New Year's Eve. Eve это как раз канун Нового Года, вот это с 31 на 1 называется New Year's Eve. Допустим, I want to celebrate New Year in Paris. Это правда, но не получится. Или I would like to spend New Year's Eve at home with my family. Я бы хотел встретить, провести Новый Год дома с моей семьей. Допустим, определились, где и как вы будете встречать, провожать и проводить Новый Год. Дальше переходим, наряжаем елку. Елка называется Christmas Tree, никуда от слова Christmas тут не деться. И елка бывает настоящая, Real Christmas Tree или Artificial Christmas Tree, то есть искусственная. Все, что вешается на елку, все эти игрушки, погремушки, шарики, вот эта вся история называется Christmas Ornament. Если прям хотим очень сказать новогодний шарик, то говорим Christmas Bubble. Смешное слово, Bubble. Похоже на Bubble, но по-другому. Теперь немножко путаница, то, что мы называем гирляндами по-русски, туда, по-моему, входят и вот эти вот все фонарики, да, вот эта вся история. По-английски немножко другая история. Гирлянда может быть из чего угодно, из бусинок, из каких-то веточек, из бумаги. Это все, что в виде ленты можно намотать. Вот это все называется Garland, гирлянда. А все, что типа дождичка блестящее, называется Tinsel. Теперь складываем Garland and Tinsel вместе и получаем мишуру. То есть Tinsel Garland – это та самая мишура, которую вот я лично очень люблю, везде всегда все этим обвешиваю. Называем это дело именно так. А непосредственно сами фонарики называются либо Christmas Light, либо Fairy Lights. Разницы никакой нет, просто Fairy Lights могут использоваться не обязательно на жительство, да, но рождественские, может, могут быть там в какой-то особой форме Санта Клауса или чего-то. Ну, короче, фонарики называем именно так. Елочку нарядили, подарки под нее положили. Put the presents under the Christmas tree. Теперь наверняка кто-то из вас будет наряжаться Дедом Морозом и Снегурочкой, так? Ну, естественно, Санта Клаус у них, у нас Дед Мороз. Father Frost and the Snow Maiden – это Снегурочка. А еще попробуйте объяснить концепцию Снегурочки иностранцу. Это долгая и мучительная история. Так, елку нарядили, подарками закупились. Где отмечать определились. Давайте дальше поздравим все-таки людей с Новым Годом и с Рождеством, допустим. Очень хорошо учить такие штучки, чтобы запоминать все артикли, предлоги, чтобы было все в правильном месте. По песням, да? We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Вот тебе уже. Желаем вам счастливого Рождества и Нового Года. Можно просто сказать Merry Christmas или Happy New Year, everybody. И можно пожелать чего-то конкретного, как мы любим. Здоровья, счастья, любви. Вот эта вся история. Можно сказать I wish you или wishing you happiness – счастье, health – здоровье, wealth – благосостояние, and love. Например. Еще есть очень хорошая конструкция, которой можно людям что-то желать не обязательно в Новый Год. Например, на день рождения тоже. Конструкция идет таким образом. Например, когда ты говоришь «пусть будутся все твои мечты», «пусть у тебя все будет», «тебе за это ничего не будет». Ну, вот эта вся история. Вот это все «пусть» начинается словом may. Дальше что? А дальше что с этим происходит? Сейчас расскажу. Например, «пусть исполнятся все твои мечты и желания». Или «пусть ты уже встретишь наконец свою настоящую любовь». Вот это вот may и дальше-дальше вот эта вся история. Можете, как я сказала, использовать не только в Рождество и Новый Год, но и просто когда кому-то что-то желаете. Ну, все, все пожелали. Все нарядили. Дальше начинаем это дело отмечать и говорить «тост». Сейчас, внимание, слово «тост» у нас бывает «тост» как кусок хлеба, который только что выпрыгнул из тостера, и «тост», который мы произносим. Вот в английском они отличаются по грамматике немножко. Тот, который выпрыгнул из тостера, кусок хлеба, он не исчисляем. Так же, как мы не можем по-английски посчитать хлеб, но можем буханки. Так же и «тост». Мы не можем посчитать их, мы можем посчитать, ну и покусать тоже, кусочки тоста. То есть, если я говорю «I'm gonna go make some toast», я имею в виду хлеб в тостере. А вот если я хочу сказать «тост» за праздничным столом, вот здесь уже будет «I would like to propose» или «I would like to make a toast». Ловили разницу? Добавляем артик или превращаем булку в праздничную речь. И «за что-то» предлог «to». «I would like to propose a toast to my wonderful husband». За мужа, за моего прекрасного. Ещё можно поднять бокал, например, «let's raise a glass to new beginnings». За новые начинания давайте выпьем. «Let's drink to everybody's health and happiness». Ну то есть «за» передаётся предлогом «to». В общем, в новогоднюю ночь потренируетесь говорить тосты на английском. Я думаю, всё получится. Значит, всё, выпили, всем всё пожелали. Дальше у нас идёт речь президента. Я тут хронологию пытаюсь соблюдать во всей этой истории. Так она и будет. «President speech». И после этого начинается бой курантов. Куранты можно назвать либо словом «the clock», «the main clock», либо «the chimes» тоже, да, как куранты. И вот это наша любимая история, да. «You have to make a wish before the chimes strike midnight». Ты должен успеть сделать желание, загадать желание до того, как куранты пробьют полночь. Ну и напоследок. «I would like to wish you all a wonderful new year. May all your wildest dreams come true and you all speak English fluently in 2019». Always yours, как Кенна. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры motherfucking Curtin. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...